Какие-то от нас Москвы, ну, как говорят наши друзья, москалихи. Москалиха написала, не зная, не вникаю в суть, что я пишу о том, что у нас нет салюта. Но она не изучила предысторию, что речь идёт не о Москве, а о столице Восточной Сибири. И в столице Восточной Сибири салют фейерверк от недели. Почему, мы не знаем, мы можем только догадываться. Поэтому, прежде чем писать какую-то чушь, ну, я понимаю, что люди так устроены, каждый пишет то, что у него внутри. Вы предысторию изучите, я же не про Москву говорю, я говорю про наш город. У нас, к сожалению, салют фейерверк от недели. Поэтому будем пересматривать то, что было в прошлом году, свои записи на ютюбе. И представлять, что, как будто бы у нас сегодня тоже фейерверк. По крайней мере, два дня назад на официальных сайтах, посвящённых нашему городу, информационных ресурсах, было сказано, что салюта не будет, фейерверка не будет. Так что, пожалуйста, дамы и господа, прежде чем что-то писать, вы изучите предысторию. О чём идёт речь, о каком городе, о каком регионе. Есть такой между людьми, скажем так, в народе термин, который они используют, москалихи. Они называют нас замкадышами. Так вот, я хочу сказать, что я очень люблю Москву советскую, той, другой страны, великой державы. Я очень уважаю людей. И сейчас есть в Москве интеллигенция, вот такая вот, сто процентов. Её очень мало, но она есть. Ну, просто есть добродушные люди, которые недавно, там, 10 лет, 5 лет, 15 живут. Всякие люди. Я столкнулась, у меня был очень хороший руководитель, по-моему, Кирюханова Ольга, к сожалению, отчество забыла. Она была непосредственно моим руководителем в той организации, где я трудилась. Так получилось, был такой период небольшой. То есть, и там была моя ситуация тоже, мне коллеги помогли с одним вопросом. Поэтому добродушные и хорошие люди есть везде, так же, как и остальные. И вот, я люблю Москву в той эпохе. Когда мы были в декабре 2020 года, проездом прилетели, вышли, довезли на три вокзала. И мы сели на Италмаз до Ижевска. Да, там отдельная ветка идёт до Ижевска. Наверное, потому что концерт военный находится. И вот, мы ехали по Садовому кольцу, нас ввёз такой микро-микро, мини-микро. Вот у нас микроавтобус, там можно поместиться 10-15 человек легко. А в Москве микро, это совершенно мини-мини-микро. Мы такие вдохнули в себя и со своим багажом в шестерём как-то умудрились влезть в этот мини-микро. Вот так вот коленками подбородок упирали. И вот этот водитель, он говорит, а-а-а, Зоря здесь тихий, что он подразумевал, что красотки с Восточной Сибири, с Забайкалья, с Красноярского края приехали. И мы ехали по Садовому кольцу, и никакого, никаких улюминаций. Хотя у нас уже город в ноябре украшают все кафе, рестораны, улицы. Всё серое, обшарпанное по Садовому кольцу. И меня это очень поразило. Почему-то мои воспоминания 20 лет назад совершенно другая Москва была. И мы такие говорили, ой, это как у нас на Алтае, ой, это как у нас в Красноярске, ну не под Красноярском, ой, это как у нас под Илькутском, вот эти старые обшарпанные дома. Я была, конечно, неприятно удивлена. Может быть, это было вот именно в год пандемии, потом всё скорректировали. То есть никакого намёка на Новый год. И я хочу сказать о том, что Россия — это то, что находится за МКАДом, на несколько часовых поясов, на 5000 километров, и на Запад тоже на несколько тысяч километров. Вот это Россия, то, что находится за МКАДом. Но кто-то может не согласиться. И ещё раз говорю, что у меня есть хорошее воспоминание о том периоде, и действительно я встречала очень добродушных, светлых людей, мудрых людей разных поколений. Но это было 20 лет назад, как сейчас, я не могу ничего сказать. Возможно, до сих пор там есть небольшой процент таких людей. И я люблю столицу именно той страны, великой державы. Столько посетила, столько света из душ людей сходила. Да, уже к концу близится 9 мая. Танцы, песни, концерт, воспоминания. Люди, которые уже, сыновья, внуки, они смотрят, как они в армии служили, как они встречали этот день, как в школе у них было. То есть у нас проходила старевая подготовка. И ближе к 9 мая, там, видимо, 8-го, учебный день ещё был, или 7-го, мы вот соревновались. И нам, ну, так было принято, присуждали там первое место, второе, третье. Мы одевали форму, у нас была форма у лётчиков, погоны лётные, вот эти ремни отцовские, жёлтые, с жёлтой пряжкой. На галстуке были у некоторых булавки. Вот как носили обычно ту форму мальчиков, школьные брюки, девочек синие юбки специально сшили. Здесь был шеврон у нас на рубашке. И вот старевая подготовка, кто лучше маршрует. Ну, вот так вот было принято в то время. Приятные воспоминания. И хорошо, если с погодой повезло. Действительно, было очень жарко порой 9 мая. С добром, с теплом, здравия, сил. Воплощение продуктивных, позитивных задумок.